Начинается жесть. Да, самые стойки остались точно. Тема сегодняшнего занятия это теорема Кантера Шрёдера Бенштейна и теорема Кантера. В прошлый раз мы разобрали, что такое функция инъекции, биекции, суръекции. На контрольной работе мы прорешали свойства отображений. И теперь мы переходим к изучению некоторых нетривиальных, менее тривиальных свойств отображений. Теорема Кантера Шрёдера Бенштейна. Она звучит следующим образом, что между множествами х и у существует биекция h. между х и у, тогда и только тогда, когда есть пара инъекций. Пара инъекций f из х в у и g из у в х. Тогда и только тогда. Ну, на самом деле, то есть это критерии. Но на самом деле, в одну сторону утверждение этой теоремы, оно вообще элементарно. Потому что если у нас между множеством, между множествами х и у есть биекция, то оно само является инъекцией из х в у, а обратная ей, ну, биекцию мы можем развернуть, значит, будет инъекция из у в х. То есть, в одну сторону это и так очевидно, что если есть биекция, значит, есть пара инъекций. Она же эту пару инъекций очевидным образом задает. Неочевидным является теорема в обратную сторону. Что она из себя представляет? Значит, тут у нас имеется множество х, вот у нас имеется множество у, и вот у нас имеется нечто, что сжимает х, взаимооднозначно сжимает х, вот я это так прорисую, вот в эту вот сторону, и у нас есть нечто, что однозначно сжимает y в х, в обратную сторону это у нас преобразование g. То есть, мы построили вот эту инъекцию, мы построили вот ту инъекцию, вот так вот. И теперь теорема КАШБ утверждает, что мы можем построить на самом деле биекцию между этими элементами. Из двух инъекций, очевидно, каким-то способом. И это действительно на практике оказывается удобно, потому что построить две инъекции бывает проще, чем построить биекцию. Как мы это докажем? Мы возьмем... Ну, существует множество, как с теоремой Пифагора, с теоремой Кантера, Шёдера и Бирнштейна, есть разные доказательства. Мне нравится такое за его формализм и лаконичность. Значит, возьмем это от t, как такой терм, x вычесть, g, y вычесть, f от t. То есть, что это такое? Вот у нас x, вот у нас y, вот здесь вот у нас есть какой-то t. Что мы сделали? Мы построили образ этого t в y при помощи f. Вот он он, этот f от t. Потом мы взяли инверсию этого образа, потом при помощи g инверсию построили сюда на x, и потом опять при помощи инверсии получили некий вот здесь t, а здесь получился некий это от t. Вот. И пусть нам удастся решить вот такое уравнение. Это от u равняется u для некоторого u. То есть, если для некоторого u вот это преобразует u само в себя, то, что это обозначает? Я перерисую здесь. Вот оно наше уже не t, а u. Вот оно преобразуется в кусочек y при помощи g, ой, при помощи f. И каждый элемент u имеет взаимнооднозначное соответствие с образом u. Затем мы его инвертируем, и инверсия образа u превращается в инверсию прообраза, как это сказать, ну, в общем, оно переходит сюда. Это, так как у нас это u равняется u, то получается, что вот в точности вот эта часть заштрихованная переводится в заштрихованную, а не заштрихованная переводится в заштрихованную. Только здесь работает функция f, а здесь работает функция g. И таким образом, взяв ограничение функции f на u и добавив к нему инвертированную функцию, ну, значит, можно было бы так сказать, что если бы нам удалось решить это уравнение, тогда бы мы построили h, биекцию между x и y, следующим образом, как fu сумма g минус единица u вычесть f от u. Где под fu я подразумеваю функцию f, ограниченную только на множестве u. Значит, g минус единица — это инверсия инъекции g, и она ограничена на... ой, только не u, а y, да, y вычесть f от u. То есть она ограничена на вот этой вот белой части, которая у нас здесь, не заштрихованной части. Вот. То есть вся задача, доказательства теоремы Кантера, Шрёдера и Бенштейна, она на самом деле сводится к решению вот такого вот уравнения. Как только мы его решили, мы сконструируем из двух частичек наших инъекций f и g, мы сконструируем биекцию. Ну а дальше мы сделаем такой хитрый шаг и скажем, что на самом деле решение этого уравнения, оно вот какое. z принадлежит булеану от x такой, что z является по множеству это от z. Докажем, что это является решением уравнения, уравняется это от u. Значит, что это такое мы взяли? Мы взяли сумму всех множеств, расширяемых термом это. То есть, мы взяли любые все подмножества, да, x возьмем и смотрим, оно расширяется термом это или не расширяется? Расширяется, окей, добавили. Не расширяется, нет, не добавили. Значит, собрали все расширяемые множества, посуммировали, вот, и утверждается, что как раз-таки такой результат и будет являться решением данного уравнения. И сейчас при помощи некоторых простых рассуждений мы действительно увидим, что это так. Значит, ну, во-первых, z, есть подмножество z0, из этого следует, что это от z является подмножеством это от z0. Это у нас будет свойством монотонности вот этого терма. Почему этот терм монотонный? Ну, потому что, если мы опять нарисуем вот эту вот картинку, если мы чуть-чуть, вот, взяли z0 и возьмем его некое подмножество, как себя будет это вести, да, образ этого подмножества, он будет чуть-чуть меньше, он будет целиком лежать здесь. Значит, соответственно, его инверсия будет целиком являться над множеством. Значит, опять же, образ инверсии будет целиком являться над множеством, а инверсия образа будет являться целиком подмножеством. То есть, в силу построения просто этого терма, получается, что он у нас монотонный по включению. Что такое? Я не могу говорить, потом перезвоню. То есть, он является у нас монотонным по включению. Дальше. z, являющийся подмножеством, это от z, то есть расширяемый, является, следовательно, z является подмножеством. Я же выключил его. Надо просто вырубать. Вот. Значит, следовательно, z является подмножеством u. Почему так? Потому что если z является подмножеством это z, значит, он входит вот в эти фигурные скобки по определению. Но мы берем сумму всех таких, то есть, и получается, что в эту сумму войдут все элементы z и еще, возможно, какие-то элементы. то есть, две звездочки по определению u. Это по определению это следует, а это следует по определению u. Понятно, почему две звездочки? Да? По определению u. Так, если у нас z расширяется термом это от z, значит, он входит в тот терм, который в фигурных скобках, а так как мы берем, как элемент он входит. А так как мы берем сумму, то каждый элемент z будет входить в эту сумму и, возможно, будут входить какие-то еще другие элементы. Поэтому две звездочки. Чтобы он был элементом элемента вот этого подводства того, чтобы с фигурной скобки ну вот я не знаю, как это обозначить, там, не знаю, какой-нибудь k, да, допустим. Если z является подможеством это от z, следовательно, z является элементом k. Правильно? Значит, следовательно, z является подможеством суммы k. k, вот. Потому что уже каждый элемент z принадлежит суммы k. Вот так. Да, вот так пояснее будет. Вот. Теперь z под множество u, следовательно, это от z является под множеством это от u. Это у нас следствие звездочки. Правильно? И отсюда следует, что z под множество это от z, следует z является под множеством это от u. 3 звездочки. Как мы получили? Мы взяли звездочку, просто прописали z принадлежит u, следовательно, этот z принадлежит, не принадлежит, простите, а под множество это от u. Это вот оно. Это вот первая звездочка, да? Вторая звездочка. Значит, z принадлежит это от z, следовательно, z под множеством это от z, следовательно, z под множеством u. И мы взяли вот это, скомбинировали вот с этим, вот это скомбинировали вот с этим. Тут можно провести пунктирчик вот так вот. И получили, что z под множество это от z, следовательно, z под множество это от u. Видите? Вот я отсюда провел пунктирчик вот сюда. Вот так это получается. Так, я сотру сверху. Теперь посмотрим. t принадлежит u. Следовательно, существует z. z подмножество это от z и t принадлежит z. Немножечко переписываем определение. Получается, существует z, t принадлежит z и z является подмножеством. Это от u мы взяли из трех звездочек. Вот они здесь. И уже из этого следует у нас, что t принадлежит это от u. А из этого следует, вернее из самой вот этой вот импликации следует, что u само сжимается этой от u. Видите, мы взяли, что такое t принадлежит u. t принадлежит сумме. Вот этой вот. Расписали. Значит, существует некий z. z является подмножеством это от z, да, сжимающийся. И t принадлежит z. Дальше. Мы тут хитро выяснили, хитрым образом, что если z является подмножеством это от z, то z является подмножеством это от u. Замечательно. Подставили сюда, и у нас все сократилось, и у нас получилось, что t принадлежит эти от u. Соответственно, у нас u является подмножеством это от u. Но с другой стороны, это от u является подмножеством это от это от u. То есть, мы просто взяли и воспользовались первой звездочкой. Тем, что у нас это монотонно. А дальше мы можем взять и воспользоваться второй звездочкой. Ух ты! У нас z есть подмножество это от z, значит, z является подмножеством u. Отсюда получается, что это от u, простите, есть подмножество u. Это по второй звездочке. Вторая звездочка. Здесь мы воспользовались первой звездочкой. И уже из этого следует, что u является подмножеством это от u, является подмножеством u. Следовательно, u равняется это от u. И теорема доказана. Видите, да, мы получили сначала вот это утверждение. Потом мы навесили на него это слева и справа. И знак не поменялся, потому что у нас есть вот это утверждение. Потом мы увидели, о, у нас еще есть вот такое вот утверждение. Если про него можно сказать так, что оно расширяется, значит, оно является подмножеством. Мы от этим воспользовались и получилось, что это от u равняется u. Это доказывает теорему Кантера Швёдера Бернштейна. Которая на самом деле, это первая такая нетривиальная теорема из числа тех, которые мы доказали. Насмотрели на этом курсе. И на самом деле она имеет очень важное практическое значение. Очень важное практическое значение. В чем мы вскоре убедимся. Поскольку действительно построить две инъекции бывает очень сильно проще, чем построить би-инъекцию. Иногда как построить би-инъекцию даже не очень понятно. А вот как построить две инъекции бывает видно сразу. Но теперь я бы хотел немножко посмотреть со стороны на получившуюся ситуацию. И заметить, что вообще говоря про множество x и y, у нас возможно технически четыре случая. Значит, случай первый. У нас имеется инъекция f из x в y, и у нас не имеется обратной инъекции из y в x. Значит, второй случай. У нас имеется обратная инъекция, но у нас не имеется прямой инъекции. Третий случай. У нас имеется прямая инъекция и имеется обратная инъекция. И по теореме Кантера, Шрёдера и Бернштейна это означает, что у нас имеется би-инъекция между ними. И четвертый случай. У нас нет инъекции ни туда, ни сюда. То есть мы не можем построить инъекцию ни в ту сторону, ни в другую сторону. Значит, в первом случае мы говорим, что мощность множества x строго меньше мощности множества y. А во втором случае мы говорим, что мощность множества x строго больше мощности множества y. В третьем случае мы говорим, что мощность x равна мощности y. А в четвертом случае мы говорим, что x и y несравнимы по мощности. Такой подход нам позволяет сравнивать по мощности не только конечные, но и бесконечные множества, о чем вы уже знаете, наверное, из каких курсов подготовительных и в школе, наверное, уже про это рассказывают. И все вы знаете давно об этом. Потому что, если мы говорим, например, про... Вот мы впервые заговорили про мощность множества. И впервые, на самом деле, ввели вот такое вот обозначение x по модулю. Мощность x. Где-то его обозначают так, x с палкой сверху. Значит, вот мне больше нравится такое обозначение. x по модулю, мощность x. Что это такое вообще? Что это? Это терм? Ну, забегая вперед, я могу сказать, что да, это терм, это трансфинитное число, это кардинал. В общем случае, если мы говорим про x с бесконечной мощностью. Если x у нас имеет конечную мощность, из конечного числа элементов состоит, то это натуральное число. Почему? И теперь вы это уже можете увидеть с вами глазами. Потому что что такое x состоит из четырех элементов? Это значит, что мы можем взять натуральное число 4, да, 0, 1, 2, 3. Вот что из себя представляет число натуральное 4. И построить биекцию между числом 4 и элементами множества. Ну, у нас там, не знаю, круг, треугольник, квадрат, значит, я не знаю что, пятиугольник, да. Вот, и можем построить биекцию между этими элементами. Вот, то есть, когда мы можем построить биекцию, мы говорим, вот, натуральное число, оно является мощностью множества, потому что есть натуральное число, и мы каждый элемент можем сосчитать. Раз, два, три, четыре. Практически как в детсадовском мультике про козленка, который научился считать. Вот. А если у нас множество бесконечное, то тут пока мы не знаем, но скоро узнаем, что есть трансфинитные числа, и при помощи трансфинитных чисел мы тоже можем сосчитать. Множество, правда, для этого нам потребуется аксиома выбора. Это я немножко вперед забегаю. Вот. Но чисто технически пока мы видим только три вот этих вот случая. И вообще говоря, если мы рассматриваем вот только с позиции сравнения мощностей, то нам, в общем-то, и не нужно даже задаваться вопросом, а что такое мощность, да. Вот. Даже если мы ничего не знаем про трансфинитные числа и не догадываемся о том, как их вести. В принципе, мы можем, воспользовавшись наличием или отсутствием, наших сведений о наличии или отсутствии инъекции из одного к другому, эти выводы сделать. Потому что, заметьте, а если у нас имеется вот такая ситуация, инъекцию из х в у мы построили, а есть инъекция из у в х или нет, мы не знаем. Что мы тогда можем сказать? Мы тогда можем сказать, что х меньше либо равно у. Правильно? Если у нас есть одна инъекция, вот она есть. Но кто-то нам ее предъявил. Мы говорим, что х по мощности меньше либо равен у. Почему? Потому что он либо меньше у точно, если второй инъекции нет. Либо, если вторая инъекция объявится, мы скажем, о, теорема Кантера-Шредера-Бенштейна, есть би-ъекция, значит равен. Значит, действительно, меньше либо равен. Если у нас обратная инъекция есть, а про прямую мы ничего не знаем, то, соответственно, у нас возникает здесь вопрос «больше либо равен». И тогда теорема Кантера-Шредера-Бенштейна, на самом деле, она обозначает следующее, что если х меньше либо равен у, меньше либо равен х по модулю, тогда и только тогда, когда х по модулю равен у по модулю. Это другая формулировка теоремы Кантера-Шредера-Бенштейна в терминах сравнения множеств по мощностям. Ну и еще всем знакомый, в общем-то, иллюстративный пример, что в культурах каких-то пастушеских, еще первобытных, которые не знают люди, как считать до больших чисел, у них просто в языке нет числительных там больше, не знаю, десяти. Просто им не нужно считать. Один, два, три, десять – много. Но, тем не менее, можно понять, что стадо животных вот это больше, эта часть больше вот этой вот части. Можем попарно разделить, и прогоняя через ворота, мы можем посчитать попарно, что вот примерно мы стадо поделили примерно на две части. При этом не считая, не пересчитывая, даже у нас в языке нет таких числительных, мы можем таким способом понять, что вот стадо, оно примерно разделено на две части. Вот. И мы на самом деле поступать будем примерно таким же образом до того момента, пока у нас не появятся трансфинитные числа. Потому что пока у нас не появились трансфинитных чисел, пока вы еще не знаете там, что такое алиф-единица, и далеки еще от того, что такое алиф-омига, понимание, или там бета-числа, вот. Мы находимся в ситуации вот этих самых первобытных людей, для которых есть бесконечность, которая одна много, а в сортах бесконечности мы пока еще не разбираемся, мы не знаем, как одно от другое отличить. Но мы уже можем понять, что одна бесконечность больше другой именно при помощи вот этого метода. Теперь двигаемся дальше, и у нас следующая теорема, которая сразу же вдогонку идет к теореме Кантера-Шредера-Бернштейна, это теорема Кантера, которая гласит нам о том, что теорема Кантера-Шредера-Бернштейна очень удобна для того, чтобы доказывать равномочность каких-то множеств. А теорема Кантера, она удобна для того, чтобы доказывать неравномочность каких-то множеств. И звучит она вот уже в новых обозначениях следующим образом. Мощность множества х всегда строго меньше по мощности множества булян от х. То есть множество всех подмножеств данного множества всегда строго по мощности будет больше мощности самого множества. То есть мы можем построить инъекцию в одну сторону, но мы никогда не можем построить инъекцию в другую сторону. Доказываем. Значит, во-первых, отметим, что х меньше либо равен буляну от х. Потому что инъекцию в одну сторону мы построить можем. Это будет у нас ф из ха в булян от х такой, что ф от а равняется синглитон от а. Значит, для пустого множества все просто. Булян от пустого множества чему равен? Множество всех. Так. Это не экзамен, поэтому, значит, я не говорю так. Сразу минус. Значит, еще раз. Да, потому что пустое множество является подмножеством пустого множества, как мы знаем. Следовательно, оно должно являться элементом. Вот. То есть булян от пустого множества равен вот этому. Значит, кстати, 2 в нулевой степени равно единице. Обратите на это внимание. А это у нас единица, а 0 это 0. Булян можно как 2 в степени. Вам это забавно кажется? Сейчас вы увидите нечто еще более потрясающее через какое-то время. Значит, совпадение, да, не думаю. Вот. Значит, смотрите, соответственно, ну да, у пустое множество нет элементов, у буляна то множество один элемент, один больше нуля. Так, здесь теорема контр работает. докажем, что не существует инъекции из буляна в x, из буляна от x в x. Как мы это будем делать? От противного. Да, если нам надо что-то доказать, что этого нет, предположим, что это есть, и сведем к противоречию. Ну и, значит, пусть она существует. Два. Пусть f из буляна в x в x существует. Значит, существенно здесь, что мы говорим про инъекцию, не просто функцию какую-то, которая может иметь одинаковое значение на разных элементах. Мы говорим про инъекцию, на разных элементах будут разные значения. Так вот, пусть для какого-то x а вдруг мы сумели построить такую f. Что она из себя представляет? Она из себя представляет вот какую-то точку. Аргументами f являются подмножество x, все возможные подмножества, начиная с пустого и заканчивая самим x. А к ним каждому подмножеству соответствует элемент x. Значит, соответственно, про каждый из элементов f, который является собой пара множества элементов, мы можем поделить на две категории. Элемент принадлежит этому множеству и элемент не принадлежит этому множеству. Соответственно, мы выбираем множество b таких, что они не принадлежат своим прообразам. Так? И у этого b, так как у нас функция f, как-то есть, возникает некий элемент a, который, ну, просто подставляем b в функцию и получаем элемент a. И задаемся вопросом, так, а a вообще у нас будет принадлежать b или не будет принадлежать? мы выбрали множество элементов таких, что значит, они не не являются элементами своих прообразов. Да? Значит, и это, так как это у нас множество, то мы его подставляем в функцию f и получаем, что f от этого множества равняется a. И мы спрашиваем, окей, а-то лежит в b или не лежит. Вот. То есть, ну, значит, с одной стороны, если бы a лежала в b, то тогда получается, что это был бы какой-то элемент, у которого, да, он является частью своего прообраза, то есть, это противоречит определению b. Но если a не лежит в b, то тогда a должна лежать в b, поскольку b состоит из всех. То есть, значит, в первом случае нарушается та часть определения b, что он не является элементом прообраза, а во втором случае нарушается предположение про всех. Да? Вот. И вот так вот очень просто мы получили противоречие. То есть, такой функции, такой инъекции у нас не может существовать. И заметьте, что доказательство теоремы Кантера, оно глубоким образом связано с доказательством парадокса Рассела, о котором мы говорили на самом-самом первом занятии. Помните, значит, множество всех множеств, которые не содержат себя в качестве элемента, да, и спрашивается, значит, а оно должно себя в качестве элемента, как бы, себя входить или не должно. И так не получается, и эдак не получается. Так вот, собственно говоря, парадокс Рассела это упрощенное рассуждение, которое, однако, имеет, оно такое же, как при доказательстве теоремы Кантера. Вот, и получается теперь, что у нас получается? В аксиоматической теории множества мы постулировали, что для любого x существует вот это вот p от x, power set, множество всех подножеств x, бульян. А при помощи теоремы Кантера мы видим, что какова бы ни была мощность x, power set от x будет обладать большей мощностью, бульян всегда будет обладать большей мощностью. Это нам дает, открывает сразу, что, что если у нас есть бесконечная мощность, еще больше, да, а из-то еще больше, а из-то еще больше, еще и еще больше. И так до бесконечности. А потом можно из-то бесконечности сделать еще больше бесконечности. А вот, о чем мы скоро будем говорить. Я же говорю, что самая самая мякотка нашего курса сейчас только наступает. так, окей, ну вот я уже сказал, множество конечное, множество бесконечное, но еще не дал определение ему. Но дадим определение, очень просто, а множество называется бесконечным, если омега меньше либо равно мощности х. Значит, что такое мощность омега меньше либо равна мощности х? Это значит, что мы можем построить инъекцию из множества натуральных чисел множества х. Вот если мы смогли построить такую инъекцию на все множество натуральных чисел, значит, оно бесконечное. Это очень простая вещь, очень естественная, потому что, если мы выбрали из х нулевой элемент и они не закончились, первый, второй, третий, десятый они не закончились, и мы говорим, что и всякий раз разные, это же инъекция. То есть, если мы выбрали n элементов и они не закончились, значит, и мы всегда можем выбрать n плюс первый элемент другой в х, и они не закончатся, то, значит, множество х бесконечное. Вот. И мы введем обозначение, мощность омега обозначим как алиф 0. Алиф – это первая буква еврейского алфавита, потому что все буквы, ну, теория множества дисциплины относительно новая, все буквы греческого алфавита и латинского как-то уже заняты к тому моменту. Вот. Ну, учитывая, значит, то, что люди, которые делали теорию множеств аксиоматической, цермела и френкель, явно знали еврейский алфавит, вот, применяется вот такая вот буква. пишется она вот так вот, раз, раз, алиф 0. Значит, наличие этой буквы и индекса подразумевает, что будут и другие буквы и другие индексы, это действительно так, но просто примем это как обозначение, алиф 0, мощность множества омеги. На самом деле, а что такое мощность множества омеги? Это на самом деле сама омега и есть. То есть, в действительности нет никакой разницы между алиф 0 и омегой. Просто мы взяли и сказали, что окей, тройка это у нас 0, 1, 2, то есть множество из трех элементов. А что такое множество из омеги элементов? Это 0, 1, 2, 3, 4, многоточие. n, многоточие. Вот. И получается, что как бы омега это множество, которое состоит из всех натуральных чисел, то есть всех чисел, которые меньше его самого, а само по себе, оно тоже себя ведет как число. Я на этом еще остановлюсь, но это как бы такое первое введение в понятие трансфинитного числа. То есть омега, оно в этом ряду выглядит совершенно естественным образом. И сказать там омега это 0, 1, 2 и так далее, почему нет. Но пока можно говорить так, что мощность омеги равняется алиф нулю, ну а то, что это и есть, сама омега и есть, это мы чуть-чуть попозже коснемся этого. Посмотрите, какие любопытные штуки, у меня 5 минут есть, значит, какие любопытные штуки представляют из себя бесконечные множества, по крайней мере, бесчетные множества. Значит, множество 1, 2, 3, n и так далее, множество всех натуральных чисел, ну допустим, с единицей работающих. Множество 1, 3, 5, 2, m минус 1. Множество 2, 3, 5, множество pn. Все эти множества, ну, множество 1, 4, 8, 2 в степени n. n факториал. Это все более и более разреженные под множество, множество натуральных чисел, но заметьте, что все эти множества, как легко видеть, равномочны, потому что между ними можно установить взаимно-однозначные соответствия. То есть мы можем брать все более и более меньшую часть множества натуральных чисел и при этом иметь дело с множеством, которое равномочно целому. Здесь есть прекрасные иллюстрации, так называемые парадоксы бесконечной гостиницы, гостиницы Гильберта. Представьте, что у вас есть гостиница бесконечная, в которой все номера заняты, и тут приходит новый человек, да, слыхали, и говорит, я хочу номер. Объявляют по радио, переселитесь, номер n плюс 1. Да, 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 да. Вот. А если пришло бесконечное, ну, счетное число гостей, и вся гостиница занята, да, то просят 2 умножить на n. Да, переселитесь из номера n, номер 2 умножить на n. Освобождается счетное количество номеров, люди заселяются. Вот. То есть, с бесконечной гостиницей все работает не так, как с конечной гостиницей. Но, значит, есть еще такой парадокс, парадокс 300 Мошенди, Бертран Рассел, значит, является его автором, там, некий джентльмен решил описывать свою жизнь, значит, и на описание первого дня своей жизни он потратил год. На описание второго дня еще один год. И парадокс заключается в том, что если бы этот джентльмен жил бесконечно долго, то ни один день его жизни не остался бы неописанным. Потому что день n был бы описан в год n. Куда мы спешим, у нас бесконечно долгая жизнь, мы каждую, каждый день своей жизни, он оказывается описан. Хотя, значит, как бы описание, оно кажется дико отстает от жизни. Но тем не менее. И это, я все-таки его докажу, значит, лежит в основе критерия Дедекинда. Критерий Дедекинда бесконечности множества. Значит, он говорит о том, что множество является бесконечным тогда и только тогда, когда оно является строгой частью своего подмножества. То есть, нет, вырежите, что я сказал. Множество является бесконечным тогда и только тогда, когда имеется биекция между ним и строгим подмножеством его. То есть, если у нас имеется некое U, оно же U0, И у нас имеется биекция между U0 и U1, причем U1 является строгим подмножеством U0. То есть каким-то образом мы построили биекцию между этим множеством и его строгой частью, то тогда множество бесконечно. То есть мы можем выделить в нем бесконечно много разных элементов. Каким образом мы это сделаем? Возьмем в качестве X0 некий элемент U0 вычесть U1. И у него мощность бесконечная, потому что у него мощность alf0, да? Да, да. То есть он по крайней мере alf0. То есть больше либо равен alf0. Вот. Значит, возьмем X0 вот здесь вот, вот в этом диске лежащем. И, соответственно, X1 равное f от X0, он будет лежать в U1. То есть он будет не равен X0. Вот. Дальше мы можем построить X2 равное f от X1, X3 равное f от X2. И всякий раз у нас будут разные непохожие друг на друга элементы. И этот процесс мы можем продолжать бесконечно. Почему всякий раз это будут разные элементы? Потому что если допустить, что вот у нас где-то возник цикл, вот у нас, допустим, Xn, Xn плюс 1 и так далее, и так далее, а потом вдруг в какой-то момент, опс, и у нас замкнулся этот цикл, предположим. Если это допустить, то тогда нарушается AXn плюс m, оно не равно всем вот этим вот. То тогда нарушается принцип, что f это биекция. Поскольку по биекции у n плюс 1 и у n плюс m должны быть разные прообразы, коль скоро они разные точки. А если мы предположим, что замкнулся круг, то у нас получается одинаковый прообраз у этих двух. То есть здесь нужно на самом деле провести аккуратное индуктивное рассуждение, аккуратное рассуждение по индукции, сказав, что если мы доказали для n шагов, что у нас получаются все разные точки, то и для n плюс 1 шага у нас точка тоже разная. Иначе у нас нарушается биективный. И вот проведя это индуктивное рассуждение, мы и получаем, что если каким-то образом мы смогли ужать множество биекций в некое строгое подможество самого себя, то значит оно бесконечно. Обратное. Это же критерий. Значит, обратное. Пусть множество бесконечно. Но тут все просто. Если множество бесконечно, значит в нем можно выделить некую бесконечную последовательность. Дальше в выделенной бесконечной последовательности выкидываем первую точку и пользуемся гостиницей Гильберта. Говорим, что из точки n плюс 1 переместитесь в точку n, пожалуйста. У нас получится, что множество без первой точки, оно же является строгим подможеством себя самого. И в то же время оно равномочное, потому что объекция выглядит таким образом. Если точки не лежат на вот этой последовательности, значит они переходят сами в себя. Если они лежат на этой последовательности, то n плюс 1 точка переходит в n-ную точку. То есть мы выкинули из бесконечного множества, мы можем выкинуть одну точку, и его мощность не уменьшается от этого. Вот это понятно, да? То есть оно может быть мощнее, ну алиф 0, но все равно, если оно бесконечное, значит в нем можно вот эту вот счетную последовательность выделить. Раз выделить, значит из нее можно выкинуть первую точку, и мощность его от этого не уменьшится. Ну все, ладно, я хотел про возведение в степень с вами поговорить для множеств, но это уже в следующий раз. И каким образом оно замечательно совпадает со свойствами арифметического возведения в степень. Это в следующий раз. Контрольную тогда, пожалуйста, напишите самостоятельно, но здесь у вас точно не будет никаких проблем, так как у вас есть видеозапись, а там все было это разобрано. Все, спасибо. Спасибо.